Так, начинается лёгкий мандраж. Такого длинного заселения у меня ещё не было, однозначно. А вот здесь уже, ребята, водопад. Вау, как красиво! Это первая береговая линия. Друзья, всем привет-привет! С вами, как всегда, Ксюша. Нахожусь я сейчас в Турции, в Бельдибе, в одном из посёлков региона Кемер, и отдыхала в отеле Сельчухан 4 звезды. Каждые сутки проживания обходились мне в 58 долларов. Ещё раз вам хочу показать этих невероятных видов, которые я каждое утро и вечер на протяжении дня, когда я забегала в номер, имела честь видеть. Действительно, очень красиво. Конечно, виды здесь на миллион. Сегодня мы с вами переезжаем в другой отель, и будем обязательно знакомиться с всем тем, что интересно нам, туристам. Отель довольно-таки интересный, даже очень. Ну что, готовы? Сегодня у нас насыщенный день. Поехали! Всё, ура! Я уже приехала в отель, в который мы с вами будем заселяться. Кто узнал, за моей спиной надпись, конечно же, есть. Да, друзья, это Армаз Лавада. Очень мирова! Очень помпезный вход с такими вот лошадями. Прямо как в Риксосе. Ну, друзья, посмотрим. Вход, конечно, помпезный, красивый. А дальше будем обязательно... Тешикюре дырин! Вот как встречают туристов в Турции, в Чамьёва, друзья! Мы с вами приехали в Чамьёва. Так, сейчас будем проходить, бежать на ресепшн, и, конечно же, заселяться. Очень большое спасибо работнику отеля Армаз, потому что у меня чемодан тяжёлый. Я не знаю, как бы я его дотащила до входа. Да, здесь всё предусмотрено, и это очень хорошо. Так, проходим, вижу много чемоданов. Туристы выселяются. Так, и мы с вами пришли в холл. Всё, я буду проходить на ресепшн, будем пробовать заселяться. Заполнила анкетку, подошла на ресепшн, и мне сразу надели браслетик. Это означает, что мы с вами уже полноценные гости отеля Армаз Лабада, и теперь мы можем наслаждаться полностью системой Ультра. Всё включено. Сразу вижу диванчики удобные, вот мягенькие здесь. Гости отеля Армаз Лабада выселяются, ждут свой трансфер. Сразу вижу, здесь у нас Гастролейшн сидит. В этой части холла. Давайте пройдёмся теперь по территории отеля. Почему бы и нет? Вау, как красиво! Ребята, посмотрите, такие вот здесь мини-водопады. Очень мило. Зелень обожаю, цветочки обожаю. И здесь вот такая вот у нас челаут зона. Вечером, видимо, будет очень красиво, по тому, как здесь такие вот светильнички. Они, конечно же, будут создавать такую некую романтику. Столики. Так, в первую очередь хочется отметить чистоту. Столики чистые, стулья чистые, красиво. И также, ребята, бассейн. Давайте с этой локации полюбуемся красотой территории отеля Армаз Лабада, потому как здесь действительно очень красиво. Знаете, вот всегда делюсь с вами именно первыми впечатлениями. Вот. И они у меня на данный момент, конечно же, положительные. То, что я вижу на данный момент, мне нравится. Бассейн большой. Продолжается он как-то и вправо, а также влево. Там вижу детский бассейн, скорее всего, для деток. А здесь у нас такая вот тоже территория красивая. Челаут зона. Вы посмотрите на эту красоту. Сколько банановых деревьев. Ой, обожаю. И номера. Но, конечно, выход именно вот в этого корпуса. Виды просто шикарные. Виды на миллион. Мало того, что на территорию бассейна, так еще на море. Это у нас что такое? Скорее всего, ресторан, потому как сервировка и очень много посадочных мест. Ну, с этим будем разбираться. Вот такая вот челаут зона также идет от этой летней площадки. Тоже стулья. Но, мне кажется, здесь уже просто невозможно обедать. Возможно, завтракать еще куда не шло, но обедать точно. А вот здесь уже, ребята, водопад. Самый настоящий, что ни на есть. Действительно. Обалдеть. Красота. Журчание. Журчание водопада. Так, с этой стороны просто... А, здесь вход, скорее всего, в спа, потому как вижу, соответственно, вывеску, рекламу, что массажи сделают. Так, ну, проходим дальше. Играет такая не очень громкая музыка. Это хорошо, что не громкая. Вот. Мне не очень нравится, по правде сказать, когда в отеле музыка гремит во все стороны. Проходим. Синее полотенце. Лежаки возле бассейна. Не новые, но в очень хорошем состоянии. Так, давайте пройдем в эту часть. Здесь у нас, скорее всего, какой-то снэк-бар. Вот. Тоже такая вот летняя площадка. Сервированы столы. Показываю вам обстановочку. Зеркала. Здесь у нас дамские комнаты. Так, холодильники. Айранчик есть. Ой, по красоте. Айран, вода. Так, меню. Вот можем посмотреть снэк-меню. Здесь у нас... Мироба! Привет, привет, друзья! Тавук, дёна ради рума с курицей. Также пицца. Маленькая пицца. Гамбургеры. Ой, здесь, знаете, полноценное такое питание. Обратно же. Кто, да? Кто с пляжа и любит только море, никуда не хочет больше идти. Вот, верно обед, однозначно здесь идти не стоит. Ну, посмотрим дальше. Я только вот сама знакомлюсь, да, и показываю вам. Я в этом отеле первый раз, поэтому для меня здесь тоже все новое. Но в сети Армаз, я вам тоже это рассказывала, я отдыхала. В Текерово Армаз Каплан и также отдыхала в Кемере, это Армаз Гюль. Мне однозначно сеть отелей Армаз понравилась, потому как мне понравилось и обслуживание, и питание в целом. Мне понравился отель. Ну, посмотрим касательно Армаз Лабады, потому как именно этот отель, он идет один из дорогих отелей именно сети Армаз. Так, вижу компактную территорию, это то, что сразу хочется отметить. Так, ну и мы с вами пришли в фулл-бар, Армаз Лабада, это первая береговая линия. Также вижу здесь коктейльная карта, Малибу, Махито. Дальше что там, Виктор Американо, Лабада, Дрим, Багамы, Мама, ух ты, мама дорогая. Также мартини есть, бьянка, Армаз Лабада, это утро, все включено. Также вот сразу представлен напиток в своем прекрасном виде, вот как он выглядит. Ну, ой, и, конечно же, Армазы, вся сеть отелей Армаз, ребят, что мне нравится, да, с алкогольной именно карты. Здесь такие вот маленькие бутыночки, скажем так, коктейли делают дозированное сразу, чтобы не были они крепкие там, либо кому-то некрепкие наоборот. В общем, здесь все у нас, как вы видите, много бутылок, здесь и джин, и все что угодно, водка, что там еще есть. Ну и вот так, ну, ждем. Так, ну, еще надо снизить их за сутки. У нас, наверное, 7 раз. Как называется такой, нейм? И пиво, да, две. А, мороженое коктейль. Пиво, два. Беллис есть? Беллис есть, да? А можно вкусные коктейли с Беллисом? Хорошо, спасибо. И мохито. Да, мохито и вкусный коктейль с Беллисом, вот так вот. Ну, красава. Бар работает с 10 до 18.00. Симпатичный такой бурбар. Этот коктейль у нас с Беллисом, этот от Бармена, Special for Me. Будем пробовать. Сразу хочу сказать то, что Кинакалада есть, мохито нету. Вот, мне сделали такой вот коктейль, что-то похожее на мохито, видимо. Я попросила какой-нибудь вкусный от себя, вот, и, ну, и получила на выходе вот такое вот произведение искусства. Давайте его попробуем, продегустируем. Ой, вкусный, интересный вкус, действительно. Не хуже, чем у мохито, кстати. Нравятся стаканы, несмотря на то, что это пластмасс, но действительно оригинальные, красиво выглядят бокалы такие вот пластмассовые. Все-таки не стаканчики, да? Очень, очень даже ничего. И также коктейль с Беллисом, но сразу хочу сказать то, что Беллис здесь не импортный, здесь Беллис турецкого производства, друзья. Шампанское тоже есть. Это то, что я узнала, да, вот сразу, как мы с вами только приехали в отель. Мы же знакомимся, вот, я для начала и узнала. Ну, давайте еще, кстати, продегустируем этот коктейль с Беллисом. Ой, этот вкуснее с Беллисом невкусный. Очень крепкий, много алкоголя, я такой не люблю. А вот что-то похожее на мохито вкусное. Так, все, ребят, уже начался обед. Давайте же будем идти на обед. Я протестила свои коктейли. Вкусные. Так, ну а мы с вами направляемся в ресторан. Будем знакомиться, будем обсматриваться и посмотрим, чем же вкусным кормят в отеле Армаз Лабада на обед. А вот сразу ресторан, да, я была права, открывается с 7 до 10, с 10 до 10, 30 это поздний завтрак, с 12.30 до 2 обед, с 19 до 21.00 ужин. И есть также поздний ужин. Все, я уже засела за столиком. Здесь такая вот отдельная, можно сказать, челаут зона. Здесь очень красиво, симпатично. Давайте покажу, как выглядит сервировка. Гвоздика, бутылка воды, две точнее, бутылки воды. Сервировочка. Ну и что же я себе взяла? Взяла я себе суп йогуртовый. Так, ложки нету, нужно пойти взять ложку. Также взяла себе говядина с овощами. Здесь вижу и цукини, и грибочки, лук, томаты. Такие вот томаты в этой говядине были. Также это у нас рыбный шашлык. Скорее всего, тунец. Да, это тунец. Ммм, такой вкусный. Также рыбка. Что-то похожее на мильский окунь. Картошечка. Салатик из свеклы. Ну и вот такая вот красивая тарелка, чего у меня здесь только нету. И зелень, и перец, и помидоры, и белая капуста. Все это изрядно я хорошо полила горчичным соусом. В общем, вот интересно попробовать, какой здесь горчичный этот соус, потому как по разным отелям свои рецепты. Вкусный. Ой, какой вкусный. Дальше у меня сладкий стол. Арбузик и такое вот шикарное пирожное. Мне очень интересно продегустировать кошка. Очень интересно продегустировать также рыбку. Рыбка во рту тает. Что самое главное, специи. Здесь нет ничего лишнего. Только вижу зелень, лимон. Так все мне приятного аппетита. И мы с вами будем бежать на ресепшн. Посмотрим, когда меня заселят. Все-таки будут мариновать до двух часов дня. Либо же раньше. Все это я вам обязательно расскажу. Мне также очень интересно. Ну, по крайней мере, сказали, что после обеда подходить. Ну, посмотрим. Также еще есть большая летняя площадка. Мы ее проходили. Все. Я уже очень вкусно пообедала. Правда, блюдо вкусное. Мне понравилось. Что имеем, то имеем. Сейчас я буду проходить на ресепшн. И какой же у меня будет номер? Мне очень интересно. Так, начинается легкий манраж. Ну, да ладно. Так, все, ребят, включусь. Ребята, привет вам из диванчиков таких вот красивых. Давайте еще раз посмотрим. Шучу. Меня не заселяют. Я пообедала. Пришла на ресепшн. Я такая, знаете, самая первая побежала обедать, чтобы быстрее прибежать на ресепшн. Но не тут-то было. Подошла на ресепшн. Говорят, еще пока подождите. Ну, я так понимаю, что законные мои два часа, потому что у нас уже сейчас пять минут второго. Вот, недолго мне осталось ждать. Вот, в принципе, территорию мы с вами чуть-чуть посмотрели. Также пообедали. Ну, теперь я буду ожидать своего заселения. Так, ну, что я хочу сказать. Мое ожидание продолжается. Такого длинного заселения у меня еще не было однозначно. Сейчас у нас без десяти два. Я подошла на ресепшн узнать касательно номера. Я думала, может, хоть на десять минут раньше заселить. Нет, мало того, что два часа номера тоже не будет. Подойти сказали к полтретьего дня. У меня нет слов просто. Ребята, будете знать, что в отеле Армас-Лабада вот так вот. И мне кажется, знаете, даже вот если будет ранний заезд, ну, я даже не знаю, здесь, скорее всего, и за деньги тоже будет очень сложно. То есть нужно будет ждать свободный номер. Как-то вот так. Однозначно нужно будет ждать свободный номер. Ну, по международным нормам, да, заселение в 14.00. Вот, я не против ждать до 14.00, но как бы уже дольше. И концепция отеля о заселении с 14.00, не с 15.00. Ну, вот как-то так. Что имеем, то имеем. Ну, ожидаем дальше. Какой у меня будет чудесный номер, я уже себе могу представить. В общем, я успела уже выспаться. И ура, меня наконец-то заселяют. Половина третьего заселения. Меня провожает работник отеля в мой номер. Сейчас посмотрим мои апартаменты. Сейчас посмотрим мои апартаменты в мой номер. Ой, такой красивый внутренний двор. Даже все птички поют. Или попугай, я не знаю. Но приятные звуки такие. А, вот здесь сразу, да, ребята. Вот такие вот у меня виды будут. Так, друзья, ура. Наконец-то меня уже заселили, чему я очень рада. Потому что очень долгое заселение, знаете, в ожидании чуда. Но чудо не произошло. Об этом чуть попозже. Так, друзья, я показываю вам здесь обстановку. Вот такие виды у меня будут каждый день при выходе с моего номера. Здесь красиво. Очень даже красиво. Много зелени. Мне очень нравятся такие вот локации, там где много зелени. Так, и мой номер под номером 5208. Давайте будем проходить. Здесь карточка, ключ. Вставляем. Я включила кондиционер, потому что в номере очень жарко. Вот, чтобы чуть-чуть охладить комнату. Так, и по правую сторону нас встречает совершенно небольшая ванная комната. Вот совершенно маленькая. Так, проходим. Сразу видно два белоснежных полотенца для лица. Также есть кондиционер, кондиционер, стаканчики вот в такой вот пленке. Здесь у нас шапочка для душа, зеркало, которое увеличивает, и обычная сантехника. Сантехника даже, можно сказать, новая. Фен есть. Фен работает хорошо. Не новый, но в хорошем состоянии. И также в дозаторе жидкое мыло. Дальше у нас душевая. Душевая длинная, в принципе, и широкая, просторная душевая. Порожек, не знаю, нужно протестить. Так себе. Если, знаете, вот купаться без размаха, то, в принципе, ванная должна быть сухой. Ну, посмотрим. Обязательно расскажу. Также белое и пушистое полотенце для ног. Ну, и два банных полотенца. Одно белое, второе серое и не пушистое. В общем, полотенца такие ассорти получились. Ну, в целом, ванная комната неплохая. Современная, обычная ванная комната. Дальше выходим в такой вот небольшой коридорчик. И нас встречают. Любилась нежная шкафы с интересным дизайном. Ну, очень интересно, красиво смотрится. Также есть сейф. Касательно сейфа бесплатно. И это очень хорошо. Много полочек. Дальше зеркало, вовесиво, рост. Все, как я люблю. Друзья, привет, привет. Открываем, значит, шкаф. И здесь у нас много вешалок, что очень хорошо. Давайте откроем вторую половину. Что мы видим? Халаты. Да, друзья, здесь есть также халаты. Для женщины, для мужчины. Халаты хорошие. Нормальных размеров, не безразмерных. Что тоже не может ее не радовать. Потому как, ну, удобно, конечно, в таком, нежели халат-мешок такой, знаете. Так, ну и дальше мы с вами пришли в мои апартаменты. В мою комнату. Комната средних размеров. Она небольшая. Но благодаря тому, что здесь вынесли балкон, я так понимаю, конечно же, много света, солнца и комната очень светлая в итоге получилась. У меня, как вы видите, да, французский балкон. Но к этому мы дойдем позже. А сейчас большая двухспальная кровать. Все, как я люблю. Не знаю, касательно мягкости, будет ли удобно спать. Это мы обязательно проверим. Но то, что белоснежная простынка, одеялцы, также подушечки. Я уже подушечки протестила. Очень мягенькие, очень удобно лежать. Красивое изголовье кровати. Также картина. Посмотрите, какая абстракция. Два светильника. Работают, я уже проверила. Две прикроватные тумбочки. Ну, здесь прям картина маслом. И что нравится, что комната светлая. Видим дальше тумбочку для чемодана. Также еще одно зеркало большое. Привет-привет, друзья. Есть пуф для того, чтобы наводить марафет. Также мы видим кофейный набор. Приветствуются кофе, сливки, бутылка воды. Это все хорошо. Дальше телевизор хороший. Ну и давайте посмотрим в мини-бар. Я уже смотрела, ребята, мини-бар. Полная чаша, как говорится. И фанта, и спрайт, и кола. И вот такая вот минеральная водичка. Также две маленькие негазированные бутылки воды. И пиво. Малт. Вот такая вот комната. Показываю вам ее еще раз. Комната мне нравится. Именно комната и самодизайн в комнате, да, как комната оформлена, мне нравится. Но прекрасная половина вам не покажет прекрасную половину этого номера, потому что ее здесь нет. Да, я в самом начале обзора показала, рассказала, почему здесь у меня балкона нет. Здесь у меня вот такие вот виды. Стоит диван, подушки. Диван чистый, хорошие подушечки. Но на балкон мы с вами не выйдем. И не полюбуемся, скажем так, без вот этих тюль на прекрасные виды, на горы Чамьюва. Ну, как-то так. Что имеем, то имеем. Но благодаря этому, да, давайте будем искать плюс, благодаря вот таким вот изменениям в номере, да, французскому этому балкону, все-таки комната светлая. Так, что же касается интернета. Интернет здесь есть, но вы не сможете пользоваться интернетом до тех пор, пока вас не заселят. А с заселением, ребята, здесь, конечно же, ну, проблемки есть. Я не знаю, как было у вас. Делитесь в комментариях. Это помогает не только мне, но и также потенциальным туристам. Мне не предложили доплатить. Возможно, да, я уже турист ученый. И, возможно, я бы и доплатила, чтобы меня заселили раньше. И вот хочу поделиться с вами своими наблюдениями, да. Когда я подходила еще без 10-2, вот, я уже обратила внимание на то, что на ресепшене, да, у работницы ресепшена три номера уже было готово. Уже лежали анкетки, точнее, концепции отеля, и на концепциях лежали ключи от номера. Вот, но, тем не менее, я подошла, спросила, есть ли номер. Мне сказали, подождите и подойдите там в течение получаса. Вот, я подошла. Мне это показалось странным. Ну, ладно, я, кто бы спорил, я не буду. Пошла я дальше на диванчик. В общем, подошла я в 14.25 снова, никто вас звать не будет здесь, вам нужно подходить самим, да, и узнавать, есть ли номер. Вот, когда я подошла, уже не помню в какой раз, в 14.25, я спросила, готов ли номер, девушка сказала, да, готов, подходит к этим же ключам, которые уже были готовы, и начинает мне рассказывать там по концепции отеля. Вот, я, конечно же, с улыбкой выслушала, но делюсь тем, что я заметила, да, делюсь своими наблюдениями. То есть, получается, здесь заселяют как-то от настроения работника ресепшена, либо же, я не знаю там, по каким здесь правилам заселяют, да. И еще, кстати, да, я также спросила у девушки, говорю, а во сколько у вас заселений? И в этот момент я смотрю на информацию, там стоит табличка, чекин, чекао, да, 14.00 и 12.00. Девушка это заметила, работник ресепшена, и говорит, ну, позже 14.00. То есть, она понимает, что как бы заселение по международным нормам в 14.00, она же работник в отеле, тем более в отеле ультра, все включено, вот. Ну, ответ я услышала вот именно такое, что заселяем после 14.00. Ребят, рассказываю это для тех туристов, которые выбирают отель, да, чтобы вы понимали, как здесь происходит с заселением. Но обратно же, у меня ситуация была такая. Делитесь в комментариях, как было у вас. Мне очень будет интересно также услышать и ваши истории, свою историю я вам рассказала. И еще также хочу рассказать историю, то, что я уже успела пообщаться с отдыхающими в отеле. И вы знаете, уже даже такая была история здесь, что, несмотря на то, что еще не разгар сезона, но отель, я говорила, что отель действительно известный, хороший. Лабада – это известный отель, хорошая сеть Армаз. Вот, и были случаи, когда туристы, приехав в отель, в ультра все включено, получали на двое суток другой отель, потому как здесь не было свободных номеров. Такого рода, знаете, апгрейд у них происходил на два дня. Вот, поэтому тоже, да, будьте в этом плане аккуратны. Также разговаривайте со своими турагентами, чтобы такого не произошло у вас. Показала я вам свой номер, свои апартаменты. Напомню, что номер мне действительно нравится. В номере, в принципе, есть все для удобного проживания. Да, так, халаты, тапочки, кстати, есть. Я вам тапочки не показала. Да, тапочки две пары у меня, потому как я оплачиваю двухместный номер, живя в номере одна. Вот. Хорошая наполняемость также и в мини-баре, душевые принадлежности. Номер красивый, светлый. В общем, в этом плане у меня претензий к номеру абсолютно нет. Ну, нету балкона, да и ладно. Как-то жила я без балконов и в этот раз тоже поживу. Посмотрели мы с вами мой номер, мои апартаменты. Также посмотрели часть территории. Ну, а сейчас мы пойдем знакомиться с другой частью территории Армаз Лавада. Да, друзья, здесь отель, можно сказать, тоже условно делится на две части. В принципе, и здесь веселая, а там еще веселее. И мы сейчас посмотрим, потому как там тоже достаточно интересно, особенно для деток, потому как именно там, на этой части, на еще веселой располагаются горки. И, друзья, конечно, отель, безусловно, подойдет для пар с детьми. Когда я отдыхала в отеле Ла Кианика и шла на пляж, я всегда обращала внимание на эти горки. И, можно сказать, даже любовалась, потому как они мне казались на тот момент большие. Ну, они и правда большие. Армаз Лавада. Ну, и также я так понимаю, что здесь проходит вечерняя анимация, но обратно же я только заселяюсь, я только хожу, знакомлюсь и сразу показываю это вам. Еще и много шишечек молоденьких. Ну, и аромат тоже хвои, соответственно. Что мы видим? Мы видим три горки. Ну, небольшие, согласна, но тем не менее. Есть крюченая и верченая, также вот такая вот радуга. Для детей однозначно будет хорошо. И здесь есть еще один бассейн. Да, тоже, кто не был в этом отеле, кто будет ехать, лететь в первый раз, будете знать, что здесь также можно... Привет-привет! Здесь также можно очень хорошо порелаксовать, отдохнуть, кайфануть, покупаться. И вы знаете, здесь нету такого шума-гама, как вот на бассейне, который на территории первой части, скажем так, там, где ресепшн. Здесь у нас глубина метр сорок, здесь также глубина метр сорок. Ну, вода подогревается... Ой, какой теплый бассейн! От солнца! Но вы знаете, в бассейне уже очень даже комфортно. Также есть лежачки, зонтики. И вот так вот мостиком бассейн условно делится на две части. Ну и, конечно же, да, виды на отель. Вот такие вот здесь есть еще балконы. Разные, кстати, есть даже большие балконы. Номерной фонд здесь... Это уже нужно уточнять у вашего турагента, когда вы будете покупать тур. Ну и также здесь, конечно же, тоже вода теплая, комфортная. Так, показываю вам еще раз горки, кто рассматривает отели для отдыха с детками. Так, ну а мы с вами пройдемся еще дальше. Вижу также большую челлаут-зону. Ну, здесь совершенно пусто. Это, скорее всего, когда уже вечером проходит анимация, то, конечно же, здесь будет бум! Все гости отеля собираются здесь. Вот, и наслаждаются вечерней анимацией. Столики чистые. Ой, какие красивые! Современные стулья хорошие. Также, вот, посмотрите, здесь есть такая вот мини-детская площадка. Вижу, и дальше есть детская площадка. Ой, нужно еще и дальше обязательно пройти. Также мусорнички. Такие вот, мне нравятся эти фонарики. Они вечером делают уют. Это у нас лестница. Но здесь не рабочая сейчас. Совершенно ничего. Так, и вот, пожалуйста, большой амфитеатр. Амфитеатр, сцена. Ну, здесь целая сцена. Как из золота, будто это птицы, голуби. Ну, действительно, много подушек помещается. Здесь много отдыхающих. Красивая, красивая сцена, амфитеатр. То, что нужно. Так, и, друзья, ну, как не сказать, что цветов вам в ленту? Ну, если вот много цветов, здесь вот буйство цветов. Конечно же, вот этих шикарных цветов вам в ленту. Так, что же еще здесь? Мне очень интересно. Это, скорее всего, вечером, когда уже проходит вечерняя анимация, будет здесь этот бар работать. Потому как днем, ну, получается, он без надобности. Так, давайте пройдем сандал а-ля-карт. Здесь еще и а-ля-карт. Так, друзья, здесь на втором этаже а-ля-карт. Да, в отеле Армаз Лабада, конечно же, есть а-ля-карт. Я обязательно узнаю и вам по информации все расскажу. А где же у нас бармен? Я аквабар. Бары на каждом бассейне. А сейчас мне очень интересно еще пройтись также ближе к морю и посмотреть, что у нас там. Такая вот изгородь с цветов. Ой, красота! Буйство красок. Можно еще назвать. Ну, действительно, очень красиво. Так, здесь у нас можно поиграть в волейбол, как мы видим. Также это относится, наверное, к Лабаде, скорее всего. Да. Дальше идет у нас снэк-бар отеля Локеаника. Вот. Ну, и детская площадка, ребята, здесь также есть. Продолжается, можно сказать. Ну, деток на данный момент здесь нету, потому как время после обеда, скорее всего, что сейчас многие отдыхающие в ресторане обедают. Кто с детками, детки, наверное, спать пойдут. Все-таки обед, сон тоже важно. А здесь кайф какой! Зеленая такая зона. Но здесь ничего нету. Ни стульев, ни столиков. Так, деткам разве что поиграться, да, есть место, где разогнаться. Лабада. Он здесь один. Я узнаю, какой а-ля карт, как ведется запись. Как обычно, наверное, раз за отдых. Друзья, посмотрели мы с вами и эту часть отеля Лабада. Сходили на обед, заселились, посмотрели мой номер. Делитесь в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Кто отдыхал в этом отеле. Это помогает не только мне, но и также потенциальным туристам. Также напоминаю, что у нас есть новый канал Ксюша Александр Про Туризм. Обязательно подписывайтесь и туда. Ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока!